О главных новостях этой пятницы прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Не пройти пешком, не проехать на скорой. Жители села Озерки массово жалуются на размытые из-за погоды дороги. Как решает проблему местная власть? Разогнаться не выйдет. С 1 марта этого года самокаты получили новый правовой статус, что изменилось в правилах. За считанные секунды она создает картины, пишет стихи и сочиняет музыку. Сможет ли нейросеть вытеснить человека из креативных профессий? Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка в Новоалтайске. По данным следствия, 31 марта этого года 18-летняя жительница Новоалтайска в своей квартире утопила малолетнего сына, которого родила месяц назад. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и мотивы произошедшего. И к другим темам. В России, в том числе в Алтайском крае, растет число подростков младше 14 лет, которые пробовали электронные сигареты. А между тем, вейпинг чрезвычайно опасен, утверждают алтайские наркологи. А депутаты разного уровня все чаще заявляют о том, что вейпы, которые сегодня нельзя продавать несовершеннолетним, нужно запретить полностью. Так чем же опасна электронка и какую практику борьбы с ней предлагает одна из барнаульских школ в сюжете Елена Макаренко? Постоянно плохое настроение, просыпаешься, сил нету. Просто жить не очень получается. Этому парню еще нет 18-ти, но он осознает, что уже сильно зависим. На взгляд обывателя от вполне безопасного пристрастия. Курение вейпов и электронных сигарет. Попробовал их несколько лет назад, чтобы влиться в молодежную субкультуру. А сейчас и рад бы бросить. Но говорит, что каждые три месяца он снова парит. Я не могу не курить, потому что у меня на утро, через несколько месяцев уже сил не остается. Потому что тяга сильная, но это не такая большая проблема. Просто сил не остается. О вреде вейпов спорят несколько лет. Одни его не признают и говорят, что новое явление – достойная альтернатива традиционным сигаретам. Другие уверены – все парогенераторы с никотиносодержащими смесями коварны настолько, что могут вызвать даже рак. Барнаульский психолог отделения для детей и подростков алтайского наркодиспансера отмечает, что у любителей электронки страдают память, внимание, ухудшаются мыслительные процессы. В итоге – лень, апатия, депрессия и эмоциональная неустойчивость. То есть, соответственно, электронные сигареты еще и провоцируют, что они нарушают эмоциональный фон. Правильно. Чтобы освободиться от пристрастия, парень пройдет полный психологический курс. Но для защиты детей от опасного новомодного явления, говорят местные специалисты, нужен комплекс мер. Руководство 42-й гимназии Барнаула, ученики которой также не стали праведным исключением, решило реагировать активно. У нас организовано дежурство педагогов и в туалетных комнатах, в раздевалках. Мы постоянно проводим лектории, тематические собрания, где проводятся лекции о вреде курения. Мы вызываем специалистов Алтайского краевого наркодиспансера. Помимо широкой разъяснительной работы и дежурств педагогов в туалетах, сотрудники образовательного учреждения регулярно обращают внимание надзорных органов на нарушения, которые допускают торговые точки. Обнаружив упаковку от электронного устройства в урне в стенах гимназии, вместе с чеком, где было куплено это оборудование, мы обратились в Роспотребнадзор. Я обратилась как родитель в том, чтобы провели проверку, на каком основании данное ИП продало запрещенную продукцию несовершеннолетнему. В итоге торговую точку по продаже электронных устройств, что находилась недалеко от школы, закрыли. Представители гимназии предлагают всем школам города объединить усилия и обмениваться положительным опытом в борьбе с распространением ВЭПов среди молодежи. Подключить к этому родителей и широкую общественность. Иначе закон о запрете продажи опасных курительных смесей несовершеннолетним так и не начнет работать на практике. И дети, организм которых еще формируется, будут страдать от вредных зависимостей. Организм не завершен еще, вы мало чего понимаете, не стоит пробовать. Живите как жили, набирайтесь опыта, но не такого. Смотрите лучше на других. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Дороги в селах весной, пожалуй, вечная и болезненная тема. Который год жертвами совсем не лечебной грязи становятся жители села Озерки Тольменского района. Люди рассказывают, дороги размывают так, что невозможно ходить. Не говоря уже о нормальном проезде для машины скорой помощи. Как решает проблему местная власть, ответ в нашем сюжете. В центре села о многом говорящая надпись. Возле нее местные жители любят делать фото. Но не весной, когда дойти до асфальтированного центра – целое испытание. Сейчас не до фотографий. До магазина бы добраться спокойно. Потому что там, где заканчивается главная улица, заканчивается и нормальная дорога. Она в прямом смысле превращается в грязь. Вот сейчас шла через лужу и думаю, хоть бы не съехать. Внук сегодня пошел на электричку, подскользнулся, в лужу упал. Вернулся, он не поехал на занятия. Центр в данный момент они делают, потому что вышестоящие председателя приезжают. Дальше центра они никуда не выезжают по деревне. Центр делают так для отвода глаз. Красоту наводят, что в деревне все хорошо. По такой дороге нет смысла ездить на машине. Застрянешь, едва выехав за ворота. Скорая, в которой часто нуждаются пенсионеры, тоже не доезжает. Ни вокруг, ни по самой дороге. Муж у меня занимается грузоперевозками. В данный момент он не может даже заработать. И даже такая необходимость, как, например, вывоз мусора, стала проблемой. А между тем люди платят за это и суммы растут. У нас ни баков, ни мусор, как нам не ездит. Уже звонят коллекторы, чтобы мы оплатили счета за мусор. У здания сельской администрации асфальтированная дорога. Ее проложили по проекту «Комфортная городская среда». Впрочем, глава сельсовета очень удивился, что жители обратились в нашу редакцию и никогда не обращались по проблеме к нему лично. Если бы пришли, я бы им ответил, что, уважаемые жители, я сам понимаю, что у нас состояние наших внутрипоселенческих дорог на сегодняшний день самый больной вопрос. Самый больной вопрос. Но, к сожалению, мы ничего сделать не можем, в силу того, что мы ограничены финансированием. А еще, подчеркнул глава, содержание дорог во многом полномочия администрации района. Выделяемых мизерных средств едва хватает, чтобы очистить дороги зимой и, если остается, сделать ямочный ремонт. А то, что люди возмущены, я понимаю их возмущение. Я сам живу, такой же житель села, сам также вижу, я по селу знаю каждую яму, каждую лужу. Попытки решить проблему, рассказал Кузякин, плодов не дали. Так и получается. Жалобы сельчан и его собственные, цитата, никто не слышит. Анна Рашагирова, Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Электросамокаты вернулись на улицы Барнаула. Вот только разогнаться на них в этом сезоне особо не получится. С 1 марта самокаты получили новый правовой статус. Проблема назревала давно. На протяжении нескольких лет мы видели кадры, на которых пользователи самокатов сбивают пешеходов и создают аварийные ситуации. В следующем сюжете расскажем, что изменится в правилах. Электросамокаты. Уже несколько лет вокруг них не угасают споры. По сути, раньше пользователи этого транспорта приравнивались к пешеходам. Совсем недавно появилась ясность. С 1 марта этого года в ПДД внесли изменения, которые регулируют использование средств индивидуальной мобильности. К ним относятся электросамокаты, гироскудры, сегвеи и не только. Приравнивание с ним к транспортным средствам означает, что все пункты правил дорожного движения, в которых используется термин «транспортное средство», относится и к СИМ. Например, пункт 2.7 запрещает управлять транспортным средством в состоянии опьянения или передавать управление лицу, находящимся в состоянии опьянения. Это требование относится и к СИМ. При этом электросамокаты не подлежат госрегистрации, не требуют водительское удостоверение. Новые правила подразумевают, что дети до 14 лет могут ездить на самокате по тротуарам и велодорожкам. Граждане до 7 лет только в сопровождении родителей. А вот с 18 лет человек может передвигаться на электросамокате по обочинам, а также по краю проезжей части, если отсутствует тротуар или велодорожка. Самое главное – скорость самоката не должна превышать 25 км в час. За соблюдением новых правил будут следить сотрудники патрульных служб. Если мы затрагиваем темы электросамокатов, и в частности те, которые мы сдаем в прокат, то на программном уровне в самокате уже заложены эти ограничения. Уже давно на самом деле это заложено, потому что европейская практика самокатов и владения электротранспортом показала какие-то правила. И мы сейчас на фоне того, что слишком много стало этих средств передвижения, решили как-то тоже стандартизировать. И, в принципе, на программном уровне это все зашито. Ну, самокат быстрее, в принципе, не едет, чем положено, да. Максимальная 21 у него. То есть есть 17. Его можно как-то там разлочить, перепрошить, но в сторону того, чтобы он, наоборот, ехал быстрее. Но, грубо говоря, мы этим не занимаемся, так что, ну, лично у нас проблем с этим не возникает. Но даже 25 км в час – достаточно большая скорость, особенно если рядом гуляют мамы с колясками или дети. В этом плане интересен опыт парка «Изумрудный». В прошлом году мы были вынуждены сдать специальный приказ даже администрации парка об ограничении скорости передвижения именно на электросамокатах до 5 км в час. Когда мы довели этот приказ до фирм, которые сдают прокат, одна из них отреагировала и искусственно, программными методами снизила скорость. Он заезжает сюда, и буквально через несколько секунд самокат тормозит, и, соответственно, интереса здесь гонять уже нет. Можно на территории города целые зоны сделать с ограничением скорости. Станут ли дороги безопаснее и комфортнее с новыми правилами, покажет новый сезон. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Написать картину, сочинить стих, создать симфонию за 10 секунд. Звучит как фантастика для человека, но не для искусственного интеллекта. Сегодня нейросети могут выполнять самые разные задачи в самых разных сферах жизни. Художники, писатели, журналисты и представители других профессий боятся, что через несколько лет их полностью заменят нейросети. Произойдет ли это на самом деле, или человек все-таки незаменим, узнавала Валентина Аскерова. Просил слова «Атлантида», «Подводный город», «Рыбы». Минимальное количество слов, максимальное количество рисунков. «Атлантида» не из-под пера художника, а из-под пера нейросети. Блогер Данил Шубин готовит выставку картин за авторством искусственного интеллекта. Данил – активный пользователь социальных сетей, любит создавать контент. Нейросети украшают и делают его ленту уникальной, не похожей ни на какую другую. А зачем нам сейчас нейросети? Они помогают в делах каждого человека по-разному. Тебе в чем помогают? Картинки рисовать. Парад воздушных шаров. Возможно, то, что тебе могло только присниться, а ты можешь это просто написать и это все нарисуй. Журналисты нашего телеканала попросили нейросеть нарисовать города Алтайского края. Искусственный мозг изобразил. У каждого свое лицо. Больше всего подписчики оценили БИСК. Это сейчас произведение, которое на лету создается просто нейросетью. Никто до и никто после этой мелодии не услышит. Нейросеть создает музыкальное произведение, исходя из предпочтений пользователя. В данном случае – плейлиста директора Института цифровых технологий Михаила Рязанова. По его словам, нейросети – штука не новая. Появились в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. Но именно сейчас интерес к ним обострился. Причина проста – они стали более доступны. На сегодняшний день вышли много нейросетей, связанных с простым общением человека. Это нейросети, генерирующие изображение или музыку. И нашумевший чат GPT, который может общаться с человеком, писать тексты, отвечать на вопросы в человекоподобном языке. Важно держать любую ситуацию под контролем и не сомневаться в своих силах. А вот негативные эмоции лучше держать при себе. А вот наглядный пример, как нейросеть может заменить ведущую на телевидении. Получается, что сегодня искусственный интеллект может выполнять самые разные задачи во многих сферах. Но может ли он когда-нибудь вытеснить самого человека? Блогер Данил Шубин уверен, что нет. Ведь нейросеть менее совершенный, чем человек. Во всяком случае, пока. Здесь такая дверь достаточно, ну, нечеткая. Там, где бы человек, пусть и дольше, но прорисовал деталь, нейросеть еще пока до конца это делать не всегда может. Но это же просто одна из попыток. Это же случайный перебор данных. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Анастасия Бертенева. День с толком. Как в сериале, не бывает. Развенчать мифы киноиндустрии взялись алтайские врачи. Они смотрят сериалы, кино и мультфильмы и дают экспертную оценку, что не соответствует реальности. Это специальная рубрика. Придумали ее студенты о ГМУ. Первый выпуск собрал уже больше 10 тысяч просмотров и вышел далеко за пределы медицинского вуза. Кто выводит на чистую воду киногероев, смотрите далее. Ну, голубчики, давай лечиться. Лечиться под присмотром Светланы Игоревны. Так девушку называют студенты о ГМУ. А сейчас почти учебный момент. У Волка произошла обтурация дыхательных путей и дыхательная недостаточность. Здесь какая-то лечебная гимнастика. Манипуляции Маши далеки от реальности, хотя свои преимущества у нее есть. Такую оценку коллеги дала эндокринолог Светлана Мазепа. Она стала первым героем обзоров, где опытные врачи смотрят кино, сериалы, мультфильмы и развенчивают медицинские мифы. Придумали их студенты о ГМУ. Пересмотрели три раза мультик, чтобы первый раз познакомиться с его составляющими, второй раз выбрать, что мы туда хотим, а третий раз его разрезать. С появлением рубрики журналисты, операторы, монтажеры видеоотдела Пульса за поем смотрят кино и сериалы про медиков в поисках своего контента. По классике «Доктор Хаус», а что еще, карты не раскрывают. В свободное от учебы время студенты снимают репортажи и фильмы. Софья свой первый выпуск сделала еще в школе, а оператор Антон до этого занимался фотографией. В рамках Пульса смотрят на будущую профессию с другой стороны. Я присутствовал на операции, которая связана с рентгеном, и поэтому, как и на самих хирургов, на меня навесили такие вот халаты со свинцовой защитой, и они весили не так уж и мало. Не знаю, как они вообще стоят, оперируют два часа или более. Ты приходишь к врачу, и он вот этот первичный осмотр проводит, но ты же не знаешь, как это все называется, как это все происходит. И вот Светлана Игоревна дает комментарии, как это было бы интересно, проделиться там своей личной историей. И ты смотришь и себя в каких-то моментах находишь, да, вот у меня там такое было, или там, господи, слава богу, у меня такого не было. И это очень приятно, наверное, людям. Изначально авторы придумали эти обзоры для студентов и преподавателей ЭГМУ. Но, судя по просмотрам, больше 10 тысяч, видео понравилось и барнаульцам. По словам Светланы, формат может помочь выстраивать взаимопонимание между врачом и пациентом. Увидеть какие-то комментарии изнутри, увидеть то, как эту картину в фильме видит врач, насколько она комична или насколько нереалистична, как в сериале «Доктор Хаус» за одну минуту обследования все выполняются. Люди привыкли формировать мнение о врачах по нескольким моментам. Это сериалы, это опыт соседок и свой какой-то опыт. Если у них такого опыта нет, то, собственно, и мнения нет, есть только чужие стереотипы. А для студентов это станет учебой в развлекательном формате. Что будут разбирать в следующем обзоре, авторы не раскрывают, но обещают, что всем понравится. А пока эту рубрику оценивают на краевом студенческом фестивале «Феста». Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, День с толком. Антикварное и новое оружие. Землянка времен Великой Отечественной и музыкальные номера от лучших коллективов края. На концерте в Барнауле почтили память героев всех военных компаний. Подробности в видеосюжете. Концертная программа начинается уже в фойе Дворца культуры. Здесь для зрителей организовали целый исторический экскурс. Помимо военных песен были и тематические площадки. К примеру, все желающие могли переместиться во времена Великой Отечественной. Землянка, Вторая мировая война, ППШ, кружки, все как положено. Кроме антикварного оружия, были и экземпляры, которые используют сегодня. Можно было разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет Макарова. Вспомнить героев всех военных компаний с участием алтайских солдат. Такую цель ставили организаторы концерта. 23 года назад, во времена Второй Чеченской кампании, десантники 6-й роты сдерживали более полутора тысяч боевиков в Аргунском ущелье на пути к Дагестану. Вспоминали также и других героев. К примеру, летчика Константина Павлюкова, который во время афганской войны сражался до последнего, когда его самолет сбили. Подвиг Кости, ну он был тихий, спокойный мальчик. Вот слава у нас, он как-то боевой, мог за собой повести. А этот тихий, спокойный, и вдруг подвиг. Мы даже не верили. Герой России Владимир Шаманов уверен, что такие мероприятия нужны не только, чтобы чтить память. Они поддержат бойцов в зоне СВО и помогут воспитать патриотизм у подрастающего поколения. Молодежь должна быть мотивирована на патриотизм, на любовь к профессии, на любовь к своей семье, к своим учителям, к нашей великой России. Жемчужной выступлением стала новая песня алтайского музыканта Евгения Росса «За ВДВ». Ее исполнение от Александра Рухадзе зрители даже снимали на телефоны. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. За звание лучших изданий в шести номинациях боролись авторы более 600 книг. В Барнауле завершился 18-й краевой фестиваль, изданный на Алтае. За полтора месяца его посетили около 10,5 тысяч человек. Это почти в четыре раза больше обычного. К примеру, в сфере науки победителями стали сразу две монографии – Аркадия Контьева и Николая Головченко. А вот лучший поэтический сборник не выявили, потому что жюри не сошлись во мнении. К слову, оценивали не только тексты. Одна из номинаций коснулась оформления книг. Одна из книг, которая была выдвинута, это оформление книги Льва Квина «Было-не было». Эта работа была летом 2021 года. Иллюстрации я решила сделать в карандаше. Поскольку издание детское, они такие получились игривые, интересные. На первоначальном этапе оценивались моими детьми. И к новостям спорта. Баскетбольный клуб «Барнаул» в следующем сезоне остается в Суперлиге-1. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил директор команды Виталий Мантлер. Подробности в нашем сюжете. Ошибки признают. Директор констатирует. Не было четкой цели на сезон. Это и сгубил баскетбольный «Барнаул» по итогу. Планировали постепенно вводить молодежь. О плей-офф и не думали. Однако проигрывать матчи не хотелось. И на горизонте со временем плей-офф замаячил. Решили усилиться опытными игроками. Правда, даже с ними проигрывали важные встречи. Тем самым по итогу сезона в плей-офф так и не попали. К тому же команду покинули мастеровитые баскетболисты. За ними ушел и главный тренер Олег Тен. Он сильно хотел побеждать. Но может быть даже больше, чем я. Ну а смысл тогда, если в этом году у нас так происходит. Ну давай тогда что-то менять. Нужно что-то менять. Сама ситуация этого просила. Говорит, ну давай тогда расстанемся. После ухода Тена на пост главного стал Иван Датьев. До этого был в роли помощника. С его приходом ситуация не улучшилась. И Барнаул просто доигрывал сезон. Молодежь экспериментировала с различными тактиками. Все это привело к девяти поражениям подряд. Тренеры, да, неопытные. Можно так сказать, разыграющие у нас тоже не особо опытные. Если говорим про возраст, да. Игроки в целом, процент игроков были неопытные. Мы поплыли чуть-чуть, я не спорю. И возможно из-за этого показалось, что где-то микроклимат у нас ухудшился сильно. Но такого не было. Мы до последнего боролись. Сейчас у команды спортивный отпуск. Днем работают с юными баскетболистами. Вечером тренируются сами. Что касается бюджета на следующий сезон, он планируется в размере 50 миллионов рублей. Открыт вопрос и по вакансиям главного тренера. Кандидаты есть, но директор не раскрывает всех карт. Одним словом, в следующем сезоне мы увидим большой баскетбол в Барнауле в слегка измененном виде. Данил Кузнецов, Дмитрий Дроздов. День с толком. А на этом все новости уходящего дня. Завтра смотрите итоговый выпуск недели с Татьяной Голубевой. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через пару секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем хороших выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.